Добрый вечер на канале Буктовая. Большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, о главных событиях недели. Сегодня в выпуске. Брестский автовокзал сменил место прописки. Прошло торжественное открытие объекта, участие в котором приняли первые лица республики, области и города. Когда сотрудничество государства и бизнеса решает социальные задачи. Предприятие «Савушкин продукты» реконструировало парк мира и создало настоящий парк развлечений европейского уровня. Любовь есть. В год 80-летия открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» организовало пресс-тур для корреспондентов республиканских и региональных СМИ, которые совершили проникновение с участием видеокамер в недра производственного процесса «Брестского мясокомбината». Культурная столица СНГ вновь встречает гостей. В Бресте торжественно открылся первый международный фестиваль хореографического искусства «Танцевальная радуга». А сейчас обо всем по порядку. Новый Брестский автовокзал торжественно открыт. Напомним, старое здание по улице Мицкевича эксплуатировалось начиная с 1963 года. Последний билет в нем был продан ночью 28 мая. Сегодня вся работа сконцентрирована уже в новом помещении, которое соответствует всем требованиям времени. Просторный зал, большое табло на несколько языках и, что самое главное, безбарьерная среда. Проект прошел техническую апробацию и на него сегодня будут ориентироваться при строительстве других объектов социальной инфраструктуры в республике. В торжественной церемонии открытия вокзала принял участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Церемонию торжественного открытия нового автовокзала не смогла мрачить погода. Несмотря на проливную дождь, перед зданием собрались все те, кому небезразлична судьба города. Участие в мероприятии принял премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Глава правительства высоко оценил уровень нового объекта и в целом масштаб качественных преобразований, которые произошли в областном центре к его миллениуму. Обличие города переиначивается литерально на ватчах. Узводятся мосты, приводятся в парады дороги, добро упроковываются парки, изъявляются новые социальные объекты. Еще полгода тому мы открывали крытый футбольный момент. Сегодня у вас черговое новоселье. Поблагодарил за личное присутствие на таком мероприятии главу правительства губернатор региона Анатолий Лис. Председатель областного исполнительного комитета отметил особое значение нового объекта и важность его размещения именно в этой зоне. Этот объект очень функционально расположился именно в этом месте, так как для удобства граждан, которые прибывают по железнодорожной линии на международный вокзал, близость, перехода. Также сегодня здесь создана инфраструктура, которая будет выходить на западный обход нашего города, который продолжается строительство. Поэтому это прекрасный объект и очень удобный для жителей и гостей нашего города. Воплощение автовокзала в стекле – идея белорусских архитекторов, которые постарались сохранить в концепции здание стиль рядом стоящего железнодорожного вокзала с применением современных материалов и европейских технологий градостроительства. По структуре самого здания оно разбито на три части. Есть зал административный, центральный зал ожидания и билетные кассы. И точно так же выстроен антфилада и ЖД вокзал, если обращали внимание, шпиль, потом колонная площадь, потом билетные кассы. То есть есть внутренняя энергия сооружения. И вот попытались сделать эту энергию, ее повторить. Но материал уже другой, время другое. Работники предприятия «Полесья жилстрой» и представители подрядных организаций приступили к работам над новым вокзалом еще в ноябре 2017-го. Строительство здания проходило параллельно с реконструкцией улицы Орджоникидзе. Теперь к автовокзалу вплотную подходит общественный транспорт. Более удобно здесь организовано автомобильное движение, а прямо напротив нового объекта появилась автопарковка. Объект очень интересный. Я скажу, что даже больше, я даже горжусь этим объектом, потому что он на самом деле получился на славу. Я думаю, что ни один житель города Бреста не будет недоволен и самим объектом, и услугами этого объекта. Да, мы его на один месяц сдали раньше. И в принципе это планово, можно сказать, сдали, потому что объект практически на 90% был до Нового года уже готов. Осталась была система наладки всех информационных направлений, поэтому объект хороший. Пассажиры оценили комфортность нового здания уже в первый день работы автовокзала, и их ощущения подкреплены реальными фактами. Вместимость порядка 250 ожидающих, а пропускная способность более 7 тысяч человек в сутки. Предусмотрена также комната матери и ребенка. Со временем появится кафе. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды. Для людей с ограничениями в передвижении, пологие спуски и удобные пороги, для граждан с проблемами по зрению – специальная плитка, помогающая ориентироваться в пространстве. Мне нравился очень вокзал. Красивый, просторный, много места для ожидающих. Вообще прекрасно. Стало симпатично, больше света. Красивые парковки. Удобно заезжать сюда. Говорить автовокзал будет на трех языках. Зарубежные рейсы объявят на английском, русском и белорусском. Дублирует информацию цифровое табло. Ко многим новшествам работники автовокзала пока привыкают. Но своим зданием гордятся. Таких красивых и современных объектов пока еще немного. Очень светло. На старом автовокзале было темно, но было уютнее. Еще пока мы здесь не обосновались. Но плюс в том, что здесь большой зал ожидания. Здесь очень много скамеек. Большие кабинеты у нас. Очень просторная комната отдыха, что немаловажно. Ну, пока обосновываемся. Вы довольны? Очень. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Чербантан-Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Государственно-частное партнерство. Модель сотрудничества государства и бизнеса позволяет решать многие общественно значимые задачи. Различные крупные предприятия и организации Бреста активно участвуют в благоустройстве областного центра. В рамках тысячелетия эта тема получила особое звучание и актуальность. К примеру, на прошлой неделе, благодаря совместным усилиям городской администрации и сотрудников открытого акционерного общества «Приорбанк», состоялось открытие детской игровой площадки в микрорайоне «Восток» вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса. Накануне «Старый Восток» стал богаче еще на одну точку притяжения. После масштабной реконструкции, которая проходила в течение года, состоялось открытие «Парка мира». У молочного гиганта города и страны предприятия «Савушкин продукт» получилось создать настоящий парк развлечений европейского уровня, где каждый, вне зависимости от возраста, сможет найти что-то для души. Обновленный, получивший в буквальном смысле второе дыхание «Парк мира» после длительной реконструкции, ценным подарком для жителей микрорайона «Восток» назвать мало. Много лет этот городской объект нуждался в глобальном преображении, а потому открытие «Парка» прошло ярко, торжественно и очень многолюдно. При резании красной ленточки, как символ запуска паркового комплекса, ритуал обязательный, но немного волнительный. Ведь к этому событию организаторы и сотрудники компании «Савушкин продукт» готовились на протяжении года. Продумывать каждую деталь этому принципу представители предприятий верны, как при производстве молочных продуктов, так и при работе над социально значимыми проектами и объектами. «Сотрудники «Савушкин продукт» вложили сюда душу. Мы очень долго с проектом разбирались, мы смотрели, мы думали, как это сделать, чтобы было в первую очередь удобно нашему будущему поколению, то есть деткам. Мы всё время делаем добро. И поверьте, что пока мы кормим людей здоровой, нормальной пищей, добро будет к нам возвращаться, и мы будем дальше творить чудеса». Обновление «Парка мира» длилось один год, но результаты того стоят. Сердцем паркового комплекса можно смело назвать детский городок, состоящий из двух площадок. Его пополнили качели в форме мотоциклов, лошадок и динозавров. Для любителей спорта – баскетбольное кольцо. Ценителям здорового и активного образа жизни придётся по вкусу воркаут-площадка под открытым небом и зона для занятий питанком. И это ещё не весь список интересных локаций, которые включают в себя спортивный комплекс. У тех, кто хочет провести время с пользой, глаза разбегаются. Оценил креативные подарки, масштабное видоизменение к тысячелетию и председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. «Совсем недавно ещё здесь это было место выгула собак. И довольно такое криминальное местечко, не очень ухоженное. И за те годы, которые Саушкин сюда предложил свои усилия, здесь полностью стала совершенно другая среда. Если мы будем делать только в центре всю работу, забывая о том, где люди живут больше, в спальных микрорайонах, наверное, это не совсем правильно. Вот почему преобразование микрорайона «Восток» уже не первый год является одним из наших приоритетов. Посмотрите, дороги порядок навели, детские площадки сделали, долгострой на Гаврилово завершили, церковь строим. И вот теперь, конечно, я говорю, как пиковый подарок – это этот парк мира». И это один из самых ярких и успешных примеров государственно-частного партнерства в Бресте. Пока механизм взаимодействия бизнеса и государства набирает обороты. Но, судя по темпам и последним результатам, сомнений нет. Реализованных социально значимых проектов в Бресте будет много. «На примере этого объекта мы получили пример государственно-частного партнерства, потому что это городская территория, городской парк. И вместе с тем душу сюда вложил именно Саушкин продукт. Здесь, конечно, и заслуга руководителей Саушкин продукта и группы компании «Санта». Они интегрированы в городскую среду, они интегрированы в городскую жизнь. И самое главное, что наши руководители города Бреста интегрированы в добрые дела, которые идут в нашем городе». Яркие эмоции у первых посетителей преображенного и зеленого живописного уголка – самое лучшее доказательство того, что праздник получился, а новинку отзвинили по достоинству. Теперь у обновленного комплекса есть все шансы стать одним из любимых мест отдыха не только у Брещан, но и у многочисленных гостей тысячелетнего Бреста. Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Ребенку очень нравится, горки особенно. И так очень много чего сделано. Я помню этот парк пару лет назад, даже было скучно прогуляться ни лавочек, ничего, а сейчас очень много всего». «Отлично, очень хороший. Для ребенка вообще супер сделано. Для взрослых то же самое. Отпустил, катаются, гуляют. Соответственно, можно так даже сказать». «Скажи, пожалуйста, как тебе парк?» «Очень нравится, очень классно. Очень много каруселей, много разных интересных задач. Много интересных». «Хулиганить можно?» «Нет». «Почему?» «Он чемпион!» «Неправильно?» «В догонялке нормально играть, интересно. В прятки можно играть». «Ура, парк!» К слову, на этом подарки городу и брещанам не заканчиваются. Впереди множество интересных и важных открытий. «Это не последний подарок, приятный подарок для горожан. Я не сомневаюсь, что тот фонтан, который мы откроем, удивит всех горожан. Я не сомневаюсь, что городской сад покорит всех горожан. Я не сомневаюсь, что набережная на новом участке будет точкой притяжения не меньше, чем сейчас в районе магазина «Тысяча молочей». Это те приятные неожиданности, которые нас ждут впереди». Никто не поспорит с тем, что в преддверии своего тысячелетия Брест преобразился настолько, что отдельные его уголки и не узнать. Но что важно, проводя масштабные реконструкции, представители вертикали власти стараются разнообразить город не только новыми объектами, но и вернуть жизнь тем историческим местам, которые со временем утратили внешнюю привлекательность. К таким объектам можно отнести городской сад. В советские годы и много лет после он был закрыт для посетителей. Зеленый уголок превратился в настоящую непроходимую лесополосу. Идея возродить городской сад принадлежала мэру Бреста Александру Рогачуку. Восстановлением зеленого уголка занялись специалисты городского ЖКХ. А что из этого получилось, расскажем далее. Сегодня тенистые аллеи у мемориала «Стражам границ», что на углу Ленина и Машарова продолжают скверы городского сада. Для тех, кто только несколько лет назад открыл для себя наш пограничный город, это новая зеленая зона, которая постепенно обустраивается, обретая статус любимого уголка. Старожилы же вспомнят детство и молодость, когда эта территория была большим городским садом, местной достопримечательностью. В 30-е годы 19-го столетия активно уже строится Брестская крепость, и с этого момента застраивается новый город. Как и любому другому городу, Бресту необходимы были такие зеленые оазисы, и одним из первых становится именно городской сад. Вообще, первые письменные упоминания о нем датируются 50-ми годами 19-го столетия. В музее истории Бреста бережно хранят небольшой архив, рассказывающий о судьбе городского сада. Первые упоминания о нем встречаются в известных очерках писателя-этнографа Павла Шпилевского, где автор рассказывает об уникальном природном комплексе с большим количеством интересных растений и деревьев. Главной достопримечательностью сада в те далекие годы была большая сцена. Здесь, к слову, в 1914 году давал грандиозный концерт композитор Сергей Рахманинов, поговаривая, что выступал тут и сам Федор Шаляпин. Кроме того, документально подтверждено, что на территории парка располагались колодцы, где можно было угоститься очень чистой и полезной артезианской водой. Именно в городском саду находился еще и колодец, где вода была очень чистая, и именно отсюда развозили ее по многим частям, улицам города. Потому что в Бресте в конце 19-го столетия с водой были все-таки проблемы. Особая достопримечательность городского сада – это колонка. Она сохранилась еще с польского времени. Что примечательно, при реконструкции здесь обновили только механизм подачи воды, а вся остальная система осталась прежней. Даже сегодня здесь можно угоститься вкусной водой. Небольшая колонка в дальней части городского сада уже восстановлена силами сотрудников городского ЖКХ. Те, кто живет неподалеку, с удовольствием заглядывают сюда попить воды. Каждый раз, когда гуляю, захожу за водой сюда. А почему? Чем отличаются? Не знаю. Практически, наверное, ничем. Даже от магазина ничем. Вы почитаете, на каждой бутылке магазинной воды написано. Скважина там столько-то метров. Почитаете здесь, они одинаковые. То есть зачем платить, если можно набрать отсюда воды? Оформленная территория, интересная со вкусом. Представители предприятия «Брестводоканал» установили здесь тематическую лавочку. Вокруг многочисленные цветочные композиции и фонари. Для увлеченных предусмотрен стенд с дополнительной информацией об истории водоснабжения Бреста, начавшиеся более 120 лет назад именно здесь. Что же касается в целом сада, то сегодня он прибавляет красочными фонарями и ажурными скамейками, постепенно преображаясь и открываясь горожанам. Игорь Викторович, немножко расскажите вообще, насколько довольны вы той работой, которая была проведена здесь? Я очень доволен результатами нашей работы. И хочу сказать, что то, что задумывалось, то, что ставилось задачей Александра Степановича Райчуком, она, в принципе, воплощена в жизни. И результаты, они налицо. И это не только мое мнение. Вы можете поговорить с жителями, которые уже пользуются этим городским садом, сидят на скамейках, отдыхают. И я тоже бываю иногда и тоже обязательно интересуюсь, а как же вам нравится. Я не видел еще ни одного отзыва, который сказал бы, ой, что вы сделали, непонятно для чего и что. То есть люди говорят спасибо и люди довольны. Вот это самая главная оценка для меня лично и для руководства города в первую очередь. Планы на дальнейшее обустройство еще более грандиозны. В ближайшем будущем здесь установят беседку, восстановленную по фотографиям конца 19-го, начала 20-го веков. Появятся входные ворота, благоустроится спуск к набережной Муховца. Но уже ясно одно – объект будет популярным и станет одной из достопримечательностей тысячелетнего Бреста. Здесь очень хорошо то, что машина далеко, много зелени насадили, и ребенка можно спокойно высадить, и он побегает. Мы работаем дальше. Это уже в рамках строительного проекта набережной. Сейчас работы ведутся и строителями, и коммунальниками по сносу старых зданий бывшего зеленстроя, зеленхоза. После этого будут устроены полностью от этого места, от дорожек полностью газоны. Так как с этой стороны, так и тот, буквально до набережной будут сделаны газоны. Вот на этом пока, как говорится, наши мысли и работа заканчиваются. Параллельно с этим я хочу сказать, что возле камня будут установлены, опять же, к дню города, силами из-за средств концерна «Мясо Молпром» беседка. Такая же, как была установлена когда-то еще в царской России, где будет обязательно играть оркестр, и люди смогут танцевать, говорится, под живую музыку. Уже в стадии изготовления находится входная арка. Есть такое предприятие, замечательная компа, так сказать, поэтому за их средства будут сделаны, похоже на старую, так сказать, но в современных материалах будет арка, на которой будет, конечно, написано городской сад. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин специально для итоговой программы. И еще об одном важном объекте, который переживает масштабную реконструкцию. Экологическая ситуация в областном центре Брещины совсем скоро улучшится. Сделать город чище помогут новые очистные сооружения. Брест активно готовится к открытию обновленного комплекса очистных сооружений. Реконструкция проходит в рамках международного проекта «Беларусь. Экологический инфраструктурный проект». Наши корреспонденты понаблюдали за модернизацией. Мы постараемся рассказать простыми словами о процессе очистки воды и о том, для чего городу была необходима масштабная реанимация. Очистные сооружения напоминают большую космическую лабораторию. Повсюду трубопроводы и огромные бетонные конструкции. Но цели здесь земные. Ежедневно сюда поступает порядка 80 тысяч метров кубических воды. В период дождей доходит до 110 тысяч. Справиться с переработкой такого объема жидкости старое оборудование не позволяло. Дело в том, что очистные были построены 50 лет назад. Город вырос. В разы конструкция сооружений и их техническое оснащение давно износились. На смену старым технологиям пришли новые. Реконструкцию очистных сооружений можно смело назвать одной из самых масштабных в Бресте. Она ведется уже два года и в сентябре завершится. Это значит, что буквально через пару месяцев Брест в прямом смысле слова будет дышать по-новому. Реконструкция очистных сооружений и канализации Бреста – проект международный. Финансовая поддержка осуществляется за счет кредитных и грантовых средств международных банков и финансовых фондов. Обновление проходит в несколько этапов. Реставрация существующих и строительство новых объектов. Они уже приобрели свои очертания. Четыре этапа строительства. В нее входило строительство новой приемной камеры, нового здания решетки, новых песколовок, нового аэротенка, двух вторичных астоников и нового выпускного коллектора. Для того, чтобы человеку нетехнической специальности понять, каким образом реконструкция повлияет на экологию, нужно разобраться, как происходит очистка воды. Процесс делится на два этапа – механический и биологический. Весь поток бытовых отходов города собирается. Благодаря специальным решеткам фильтруется крупный мусор. Вода попадает в песколовку, там удаляется песок. Жидкость отстаивается, после чего удаляется накопившийся осадок. В результате осветленная вода попадает в аэротенки, которые насыщаются кислородом. А далее путем окисления и происходит очистка воды. Впрочем, в город фильтрованная вода не возвращается, ее сбрасывают дальше по течению реки. Процесс непростой. Новое оборудование позволит значительно расширить возможности. Введены в работу, в эксплуатацию, это два вторичных астоника. Это новый аэротенок, это построено здание механической очистки, приемные камеры всех подводящих и отводящих лотков, коммуникаций. Ведутся работы по монтажу оборудования в здании механической очистки. Основным этапом нашей реконструкции является накрытие первичных астоников такими интересными конструкциями, как купола, которые позволят нам снизить запах, распространяющийся на город, где будет присутствовать также система очистки воздуха. Виктория Нечаева, Дурд Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главном. Открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат» – это современное предприятие, лидер в мясоперерабатывающей отрасли Беларуси. В год тысячелетия «Бреста мясокомбинат» празднует свой юбилей 80-летия. «Любовь есть» – слоган коллектива, и потребитель отвечает ему взаимностью. Продукцию брещан знают и любят в Беларуси и далеко за ее пределами. Основной принцип работы – обеспечить высокое и стабильное качество продукции. В рамках пресс-тура или, как сегодня модно говорить, производственной экскурсии, корреспонденты республиканских и региональных СМИ совершили проникновение с участием видеокамер, что называется, внедра производственного процесса «Брестского мясокомбината». Все натурально и качественно – доказательства увиденного в материале Лариса Осмолович. «Брестский мясокомбинат», предприятие, которое является брендом Брестской области, выпускает в месяц более 4000 тонн готовой продукции. В ассортименте колбасы, сырокопченые, сыровяленые и полукопченые, сосиски и сардельки, ветчины, рулеты и пельмени. Всего около 400 наименований. И все это богатство вкуса заслуживает одобрения и любви потребителя. «Продукция нравится. Вот сегодня я купил пельмешки. Чем они удобны, выгодны? Воды скипятил, поставил и поел. И продукции купил. Колбасу сливочную, например». «И вкусные, и ароматные. Кстати, я больше всего люблю продукцию мяса комбината Брестского. «А пельмешки любите?» «Люблю». «Почему?» «Тоже вкусные». «Все очень вкусное. Цена относительно доступная, скажем так, для любых слоев населения. Мне очень нравятся пельмешки у них. Вкуснее я не ела, чем у нашего Брестского комбината». «Замечательное. Очень вкусное, качественное. Сосиски, колбасы, мясо – это все просто идеально. Пельмени – это отдельный вид искусства». Каждое движение и деталь производственного процесса под контролем единой системы. Повсюду мониторы. Такое высокотехнологичное управление применяют на Брестском мясокомбинате. Через высокие технологии совершенствуется процесс и организация производства. В режиме реального времени можно отследить и скорректировать все, что происходит с каждым продуктом. Сырье не задерживают ни на секунду, чтобы в итоге в свежем виде все ингредиенты поступили к месту изготовления колбасной продукции и полуфабрикатов. За кулисье мясокомбината поражает своей стерильной чистотой. Гордость предприятия – цех полуфабрикатов. Именно отсюда на стол белорусов поступают полюбившиеся пельмени, местные подушечки по-итальянски, которые не имеют аналогов. Главный секрет их фирменного вкуса – качественное охлажденное мясо. Отличительной особенностью производства наших пельменей является использование охлажденного мяса. С использованием охлажденного мяса мы получаем пельмени более вкусные и сочные. Линейка наших пельменей разнообразна. Представлена такими наименованиями, как потешки, мясные подушечки с сыром, с грибами, боярские, классические. Также мы производим пельмени по ГОСТу, называются они мясные подушечки домашние. Очень много времени мы инвестируем в оттащивание вкусов наших продуктов. А ведь действительно, согласитесь, очень трудно описать вкусовые ощущения. Но именно они являются определяющим фактором успеха продукта на рынке. Поэтому для нас это очень важно и мы считаем, что это ключевой момент во всей нашей деятельности. Продукция должна быть вкусная и нравится нашим покупателям. Процесс приготовления пельменей в мясные подушечки многоэтапный. Сначала мясо разделывается, потом обваливается и жилуется, добавляются лук и чеснок, натуральные специи и соль. Вы часто влюбляетесь или вам это непозволительно? Нет, непозволительно. Потому что можете пересолить? Да, конечно. Как определяете, насколько должен быть соленый фарш? Один процент идет от соли на мясо, килограмм. А через компьютер там завешивается мясо, ванночки все промешаны, пробитые. И заливается мясо, фарш. А здесь показывает, сколько нужно засыпать соли. В кутере все ингредиенты доводят до однородной консистенции. И готовый фарш отправляется в отделение формовки. Одновременно готовится тесто, отличительная особенность которого – прямо-таки бабушкин вкус. Мягкое, пушистое, не разваливающееся. Рецептура теста отрабатывалась очень долго технологами предприятия, пока мы не нашли оптимальное соотношение всех компонентов, которые на сегодняшний день устраивают наших покупателей. Основной секрет производства пельменей и всей мясной продукции брестского мясокомбината является то, что мы все делаем с любовью. Есть и еще одна изюминка в изготовлении мясных подушечек. Это их квадратная форма. Получается она благодаря итальянской линии оборудования. Операторы, работающие на ней, внимательно отслеживают наполнение и качество соединения пельменей. Производство наше похоже на производство домашних пельменей. Поэтому все, что связано с домом, делается с душой. У нас натуральное сырье, натуральные все ингредиенты, очень серьезные технологии. Работники к этому, к нашему производству относятся добросовестно. На каждом этапе у нас существуют очень серьезные проверки нашей продукции. Пельмени замораживаются и отправляются в отделение фасовки, где в автоматическом режиме идет взвешивание и упаковка. Производится контроль качества, а далее фирменный транспорт разводит готовую продукцию по стране. В январе 2019 года мы вышли на объем производства мясных подушечек в 720 тонн в месяц. В смену производится порядка 35-40 тонн мясных подушечек. Это говорит о том, что мясные подушечки пользуются спросом у покупателей. И та уставка, которую мы сделали на вкус продукта, она себя оправдывает. Только увлеченные, любящие свою работу и предприятие люди могут создать такую вкусную продукцию под брендом «Брестский мясокомбинат». Любовь есть. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Культурная столица СНГ вновь встречает гостей. В Бресте торжественно открылся первый международный фестиваль хореографического искусства «Танцевальная радуга». Организаторами праздника искусства стали представители городского исполнительного комитета и детской хореографической школы искусства имени Погодина. На протяжении нескольких дней областной центр будет полниться музыкой, светом и хорошим настроением. Сегодня на площади Ленина было положено начало новой традиции, которая привлечет в Брест новых гостей и друзей. Участие в мероприятии принял мэр города Александр Рогачук. Все подробности далее. Делегаты обменивались сувенирами, делились впечатлениями об областном центре. Принять участие в первом фестивале хореографов и руководителей коллективов почетно и ответственно. Мы ведь изучаем все страны мира, мы изучаем. У нас есть и украинские танцы, у нас есть и белорусские танцы в репертуаре. Это же очень интересно. А если мы будем знать культуру наших стран, тогда у нас не будет никаких противоречий, потому что это будет все наше родное. Я считаю, чем больше мы знаем друг о друге, тем мы больше будем ценить и любить друг друга. Это очень важно, ведь хоть это и фестиваль, а не конкурс, они друг перед другом все равно будут в некотором смысле соревноваться, кто лучше. Поэтому мы очень долго готовились, старались, и я надеюсь, что мы, как всегда, будем на высоте. Школа искусств имени Погодина известна своими талантливыми выпускниками, среди которых и нынешний директор учебного заведения Елена Дронь. Здесь сформировались свои традиции исполнения, узнаваемые и отличающие Беларусь и Брест от хореографических школ других стран. Культурное общение и увлеченных творчеством людей позволят развивать тесное гуманитарное сотрудничество. Таланты Брещина заслужили этого фестиваля, потому что у нас много хороших коллективов и детских, и взрослых, которые достойны уровня не только нашего республиканского, областного, городского, но и международного. Поэтому ждем от фестиваля интересных выступлений, интересных коллективов. Уже сегодня площадь Ленин наполнилась музыкой и красотой. В День защиты детей 1 июня состоялось открытие первого международного фестиваля хореографического искусства «Танцевальная радуга». Как отметил мэр города Александр Рыгачук, это мероприятие должно стать хорошей традицией с большой историей. Когда мы получили статус культурной столицы Содружества, неоднократно озвучали вопросы, что же будет, что же изменится в культурной жизни. Так вот уже теперь можно говорить о том, что плотность культурных мероприятий в нашем городе возросла в разы. Даже вот сегодня, да, одномоментно проходят четыре больших мероприятия в различных частях города, различные жанры. Что касается именно сегодняшнего фестиваля, мне очень нравится то, что это впервые в нашем городе. Я хочу сделать его системным, ежегодным фестивалем. И мне кажется, что по колориту, по вообще по самому жанру хореографическому этот фестиваль обречен на успех. Вот почему мы и дальше будем поддерживать этот международный фестиваль. Проводить его, возможно, в формате наших городов по обратимым хореографических моментам. Возможно, трансграничного сотрудничества. То есть здесь форм очень-очень много. Желаю всем ярких эмоций, потому что язык танца – это прежде всего эмоция. И Брест – город эмоций, и должен это поддерживать. Зрителям поистине красочного зрелища мог стать любой желающий. Вход на праздник свободный. Получилась настоящая радуга. Представители каждой страны постарались внести в выступление особый колорит. В приоритете – народная традиция. Зажигательные восточные мотивы в сочетании с грациозными движениями и удивительной энергетикой. Народный ансамбль танца «Адыги» Республики Адыгея в эти дни в Бресте. Этих харизматичных артистов сложно не заметить. Настолько яркие костюмы и не менее яркие и виртуозные трюки. Самобытная культура одного из старейших народов планеты покорила публику. Мы очень рады, что нас сюда пригласили. Почему? Потому что очень много коллективов, можно со всеми познакомиться, новые знакомства. Обмен культурой очень интересный и масштабный. Программа фестиваля насыщенная. Уже завтра на площади Ленина пройдет еще одно грандиозное танцевальное шоу. Не упустите шанс прикоснуться к самобытным культурам мира. Анастасия Назарин, Плотницкая, Эдвард Букунович, Антон Луговкин. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни июня. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Начало лета на Брещене будет немножко странное, говорят сотрудники синоптической службы. В течение недели ожидаются попеременно то дожди и грозы, то солнечная теплая погода. В воскресенье 2 июня в Бресте в течение дня пройдут дожди различной интенсивности. Будет тепло 12-14 со знаком «плюс» в ночные часы, до 24 прогреется воздух днем. Ветер переменных направлений умеренный. Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. В понедельник днем до 25 градусов тепла. День обещает быть солнечным и без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. День обещает быть солнечным и без осадков.